Детство у меня военное. В начале школы война была. Мы все рисовали войну, конечно. Но я любил рисовать Суворова, Кутузова на уроках, за что поплатился однажды от учителя. Ну вот такая какая-то была любовь неосознанная к этому, ко всему. Ну а потом, когда уже в старших классах узнали, что рисую, газеты оформлял, стенгазеты, как обычно, везде. Затем поступил в железнодорожное училище. Ну и там признали, что нужно делать. Тоже рисовал. И когда я закончил училище железнодорожное в Няндале, работал на паровозе помощника-машиниста. И вот эти поездки по железной дороге, такие пейзажи красивые открывались. И вот первый пейзаж я там написал, когда подъезжаем к Емце, там такой мост, я ищусь далеко. Меня так вдохновило, сперху я увидел этот пейзаж и приехал с поездки и попробовал нарисовать. Ну девушка, с которой я был знаком, Аня, одобрила, потому что очень красиво. Ну и как-то я увлекся этим. А потом армия, три года. И там тоже ленские комнаты оформляли. Ну просто знаю, что человек немножко что-то умеет. И судьба такая, что все время у меня встречались художники на пути. Спали с художником, который взяли из художественного училища. Я внизу, наверху. Узнали, что вот так и так стали ходить на этюды. Под Киевом, город Умань. Уманский там парк красивый. Писали ей чуды. Оно такие, конечно, у него-то получались профессиональные, а у меня немножко похоже, поскольку он уже учился немножко. И потом я вернулся с армии. Снова работал на жилья дороги и решил, что поступлю в художественный институт. Вот художественный институт Кострома, ну, педагогический он институт, ну, отделение художественное и графическое. Вот пять лет. И вот после этого, ну, как бы, началась такая вот немножко творческая работа. Затянула она. Преподавал в общей образовательной школе. Преподавал 25 лет в педагогическом училище. Рисунок, живописи, труд. И в художественной школе. 25 лет по совместительству. Ну, вот так, как бы. Это какие годы были? Это примерно годы были. Ну, если я закончил училище в 50-м году, то уже где-то в 60-е годы я уже преподавал. Ну, кроме этого, это уже, так сказать, вот института, вся работа. А вообще-то в деревне, жили мы здесь в Каргополе, а в деревне Токарево у нас рядышком 10 километров. И там жили два деда и две бабушки. И вот дед Позантипович лепил игрушки. И когда я приезжал туда к нему на каникулы, дед судил меня, говорит, вот давай лепи, пригодится в жизни. Ну, а так не хочется иногда лепить, когда видишь в окно, что там ребята на лыжах катаются, на санках. Ну, все-таки выдерживал, а потом понравилось лепить. И уже когда приезжал, говорил, деда, давай гину и будем работать. Позоров уже не было никаких известных таких, никого не знали. И вдруг приезжает Арбат, это писатель московский, пишет о народных мастерах. И спросил, конечно, не у меня. Где у вас тут мастера? Я вот в Москве нашел такую ломаную игрушку музея. Ну, и показали ему, кто-то еще знает. И поехали в Гринево, там, Лену Бабкину. Как бы узнали ее, познакомились. И она степила для него игрушки. Он показал это в фильме своем. На круге там снял игрушки. Крутятся очень интересно. И вот с тех, и когда посмотрели люди, стали сюда приезжать турецы. И обязательно надо было в Гринево к Ульяне Ивановне Бабкиной. Ну, а так как деревня Токарева была рядом, то я Ульяну Ивановну Бабкину знал. Я же встречался с ней, когда уже после армии ходил в деревню. Токарева уже почти что не было. Но она в лес тоже ходила. В лесу однажды встретились. Я, конечно, не знал, что это Ульяна Бабкина, что она игрушки лепит. Ну, я потом и сам съездил к ней туда. И с детства знали, что она продавала игрушки на базаре. Ну, а потом... Как? Как Ульяна Бабкина лепит, туристов много, игрушек нет. Ну, видимо, там Союз художников, потом отдел культуры Архангельска. Ну, решили, что надо развивать здесь игрушку. И приехали к нам, к родителям. Сказали, вы умеете делать игрушки? Ну, конечно, мы в детстве делали. И вот как-то они сделали первые игрушки. Ну, мне тут предложили, не можете ли вы там организовать. Я говорю, нет, я вообще не умею еще. Так в детстве только ничего, немножко. Мы пошли к Александру Петровичу Шевелеву. Это дядя мой, мамин брат. Поговорили с ним. Оказывается, сказал, а чего же? Если переводку сделаете, то с работы, то я буду работать в мастерской игрушке делать. Ничего. А он прошел много лесопунктов, где поднимал их, как бы, с плохой работой, на хорошую. И работал в последний раз уже на пекарне. Его перевели и сказали. Александр Петрович, ну, вот ты девенский человек, можешь ты нам испечь хороший хлев в Каргополе? И вот он на пекарне работал директором. А после этого вот его мастерскую. Ну, на Архангельское там домик ему предоставили. И он сидит один там, сначала игрушки делает, а потом нашел старых мастеров. И такая появилась мастерская, которая подчинялась беломорским узорам архангельским. И вот он, как бы, часто обращался ко мне, да, нарисовать там какой-то рисуночек, то еще там какие-то узоры, может быть. И вот так с родителями, они тоже там стали работать, стала появляться игрушка, а потом молодых мастеров набрали. Ну, и, конечно, поскольку родители делают, так и мне пришлось у них поучиться еще вспомнить. Вот папа научил меня делать посуду. Хотя в детстве там какие-то там лепил маленькие горшочки, но это все детство. Познакомил, как делать обварку. Старинный такой метод обработки посуды. И с тех пор, как бы, прилегла душа и к глине, и к живописи. И ни того, ни другого не могу бросить. Вот. И графикой занимался там. Ну, и пастели там, и акварели. Пробую, все пробую. Ну, в принципе, как бы, костяк это жопись и керамика. Вот эти два вида искусства меня сопровождают уже много-много лет. Много выставок всевозможных прошел. Выставка в Италии. Во Флоренции. Выставка была в Чилляндии. Город Повсево. Вот выставка. Ну, много выставок, конечно. В Германии была выставка. Много выставок у нас семейных. Наверное, Владимир Александрович говорил, да. Ну, все союзные выставки. Все. Ну, потом вот в Союзе работал еще в фонде. Там 13 лет. Как бы, в общем-то, как бы, ушел в искусство. Уже и без этого считаю, что жизнь, как бы, не состоялась бы. А вот скажите, вы за рубеж выставки возили. Вы и керамику, и живопись туда возили или что-то? Как вообще зрители вас принимали там? Ну, вот, например, в Италию. Там нас пригласили делать фреску. Я делал фреску в монастыре православном. И они вот за то, что мы там писали фреску, сказали, что мы вам можем организовать выставку. И вот в галерее Петра Хигая. Это фреска. Ну, такая частная галерея, конечно. Ну, вот, была такая выставка с Геннадием Крюшовым вместе. И, как бы, пришлось везти все это, игрушки вез в ящиках. Этюдики тоже так небольшие, потому что за много не увезешь. Ну, в общем-то, выставка состоялась. И что интересно, что в этот день, когда открытие выставки, был такой, буря такая была, что ломало деревья там, все. И, ну, зрителей, несколько человек только пришло. Но зато на второй день на выставке было очень много посетителей. И, ну, принимает игрушку нормально, потому что Италия – это тоже там родина свистулек. Они там делают свистульки. У них даже музей есть. У меня в этом музее есть его работа. Я участвовал там, вот, в этом музее на двух выставках. Там дипломы есть за участие в выставке. А вот в Париже выставка была, в Сурбоне. Там живопись я выставлял, игрушек не показывал. По игрушке делал только доклад. Для университета, для русскоязычных аспирантов. Вот. И там живопись. Там тоже небольшие такие работы. Без оформления вез. Знаете, через... Как провести на самолете это все. Приехали в Питер, а оформить никак нельзя было. И пришлось так везти. Ну, что-то провезли, сделали. А они оформили. У них там рамочки были, все. Специально созванивались. Там оформили. И выставка была. Так работ примерно 30. Ну, а в Финляндии вот была выставка. Там фестиваль был. Там мы ездили. Вот с Северным народным хор. Они выступали на фестивале. А я вот там делал выставку. Эта выставка такая ревиональная. Там художники были северного региона. Керамисты. Специально там. Там посуда, игрушка была у меня. Ну, если в школе я проработал 25 лет, то, ну, если группу набирает, то 4 года идет эта, скажем, лепка у них. По-моему, 25 лет так. Ну, хотя если даже по 10 человек, так уже много каргополов прошло через это. Ну, конечно, все же не могут игрушку делать. Но к любому. Кто-то скульптурой занимается снежной. Кто-то там преподает в школе. Скажем, не обязательно игрушку, а живопись там. Вот, например, выдавленный роман. Вот тут даже его графика висит. Вот эти вот он недавно подарил мне. Он вообще художник, профессионал. Так что через игрушку прошли многие. И мировоззрение, во-первых, меняется. А во-вторых, как-то, ну, если игрушку поделали, значит, какая-то любовь появилась к своему краю. Вот если кого-то встречаешь, там приехали в отпуск из большого города, у меня учились, вот начинают вспоминать. Вы помните, как игрушку делали. Да, вот я там рассказываю. А в училище тоже преподавал. Там даже программу написал. И студентам преподавал игрушку. Проводили здесь уроки. И теперь, если я приезжаю в Северодвинск, в Архангельск, то учителя проводят уроки с глиной. Идем уж так по городу, по Архангельску. Встречается. Здравствуйте, Валентин Бетрович. Здравствуйте. Ой, что-то я не помню фамилию вашу. А помните, мы игрушку делали? Помню. Пойдемте чай пить. Да некогда, вот и билет на поезд. Так что, игрушка как-то вот так, она распространяется потихонечку. Приезжайте сюда, туристы из Москвы, мастер-класс проведите. Провожу мастер-класс в музее. Приглашаю из Москвы. Вот приезжайте, проведете мастер-класс. Однажды был, какое-то туристическое бюро пригласило. А жил в детском садике. А там узнали, что игрушка, ну, вот и пришлось в детском садике в Москве проходить, проводить мастер-класс игрушки. Ну, собралось детишек там, не из одного садика. Человек 25. Да, родители пришли. Да, у них глины еще не совсем готова была. Пришлось помучаться, но все остались довольны. А потом, оказывается, дети-то там тоже лепят народную игрушку. Только у них такие плоские, получается, рельефы. И они лепят и крыгопольскую, и дымковскую, разные плоские рельефы. Приклеивают на планшеты, а планшеты на стенках висят. Очень красиво получается. За ними нарисовали полкана, кокол нарисовали. И вот эти рисуночки как бы подарили в память о мастер-классе. Еще в свое время, когда я работал, сначала работал в школе, ну, там приглашали меня в Череповец на железные дороги, там друзья работали, родственники. Сказал, что нет. Тетя жила раньше в Дагестане. Сказала, вот, приезжай тоже в Дагестан, там. Ну, вот эта сестра, моя мама. В Махачкаву приезжай, тут будешь работать. Ну, вот, и там я был, в гостях и все. Ну, и еще много всяких таких, вот, где можно было остаться. Нигде не согласился. Каргополь для меня это как бы, ну, родиной я так подумал и сказал, что я могу сделать для своей этой родины. Ну, вот, стал работать здесь, преподавал. У нас же народ мастеровитый, раньше просто, как бы сейчас к этому относятся как к поиску. Раньше же в Каргополе все умели делать каждый. Если взять моего деда, так он все умел. Он и кожу мог выделать, он и игрушку делал, посуду делал, глину. Он и дом сам строил, и все, все, все сам делал. И пахал, и молотили хлеб, и мельницу имел. Может быть, в музее даже видели фотографию. Вот. Все умел делать. Поэтому, ну, как бы, начинает вот теперь возрождаться. И хотя через поколение, скажем, Моликулка, тут был дед мастер руководства, там, отец мастер. Вот праздники народных мастеров выявляют вот этих талантливых людей. Посмотришь, на первом празднике, а их уже было много, на первом празднике, там, немного мастеров. А сейчас уже мастеров по разным видам. Кто-то корзины, кто-то там сани умеет делать, кто-то еще там дуги, кто-то лодки делать умеет. То есть мастера, они как бы сохранились в Каргополе. И для этого есть и условия, чтобы они существовали, развивались. Их немножко поддерживает, в смысле, как праздники, как ярмарки какие-то. ну, и вообще, может быть, похвалили человека, а ему и захотелось сделать что-то. Вы знаете, если соблюдать традиции, то они возможны к развитию. Но сохраняем каких-то определенных моментов в работе, в украшениях. Ну, если на примере игрушки, например. Если в свое время, может быть, только там лепили коньков, там собачек и все далее. Вот. То в дальнейшем уже вот мастер дружинин, он уже развивал, он уже лепил деревенские сцены. Вот. Но остается в традициях это прием работы. Сам прием. Руками. Это лепка. А украшения тоже, как бы, сохранилось в том плане, что кругом природа. И люди не брали там из книг, не копировали ничего. Это все как-то от природы шло. От любви к своему месту, родине. И поэтому, если взять деревню Токарева, там были ставни, двери, там прялки, расписаны одними узорами. Если взять Печнякова, там уже по-другому немножко расписано. Но в принципе, это вот такие вот природные какие-то явления в искусстве. они не могут человека как-то изменить в этом плане своему чувству, такому чувству, что ли, своей земли, сколько он к ней привязан. И вот такие случаи в мастерской беломорские узоры приходили разные ученики. Александр Петрович набирал желающих, смотрел, если ты умеешь там что-то рисовать немножко, руки хорошо работают с глиной. Брал таких учеников. Но вот украинка однажды была там, она стала там розы рисовать эти на кухне. Он сразу сказал, что нет, для нас это неприемлемо. Давайте изучайте нашу культуру и давайте наши узоры. Вся культура у нас идет от древнего человека. Несколько тысяч лет назад у нас держали древние люди по берегам Онеги. Они ловили рыбу, охотились, занимались керамикой, ну, чтобы посуду там делали. И вот отсюда и пошла вот эта традиция. И если я сравниваю вот эти черепочки древней посуды с орнаментом, который наводят сейчас мастера старые, то вот эти точки, зигзаги, полосочки все уно как бы сохранилось только несколько в другом видоизмененном виде. Ну, качество, конечно, несколько по-другому стало может быть это к лучшему, нет, если раньше чувствовалось вот такая, может быть, делали ручным инструментом топориком, то сейчас начинаешь шлифовать, там, все. Я не знаю, это к лучшему или к худшему, но вот может быть, может быть, это требует сам рынок этого. Я, например, не могу вот игрушку загладить очень, у меня не хватает нетерпения, или, может быть, меня этого не учили заглаживать, там, тряпочкой, там, водичкой там заглаживать. Я как соштамповал эту игрушку, но если у меня образ получился, так меня до мятинки нисколько даже не волнует. Я, как заметил, не волнует это и туристов, если образ получился. Если все и форма, и цвет как бы вместе друг другу помогает, если эта цельность дает цельность игрушке, тогда это и есть окончательный вариант изделия. Если цельность распадается, например, сделали игрушку, покрасили одним цветом, какую-то часть другим, а краски не гармонируют. И смотрится две части половинки одинаково. И тогда пропадает и образ игрушки. Я не люблю чертить по линейке, как это иногда делает. Беру там черную краску, его там ровненько, ровненько везде проводят. Сам узор начинает прорисовывать красивенько. И в результате получается такая графическая немножко работа. Я люблю такие живописные назочки и краски. Даже если я после зеленой в красную заехал и стал краску замешивать, то интереснее получается такой замес природный. вот. И если еще расписываю, где-то шире, получается от кисточки где-то шире, где-то так, может быть, даже можно сказать небрежно. Мне даже нравится, потому что так все начинают играть в игрушки. И это забавно. Ну, для этого, конечно, чтобы свободную роспись сделать, надо тоже иметь навык. Ну, вот такой пример можно привести. Раньше делали ворон там в деревне. Это только в нашей деревне Токарево делали ворон. И там они как-то один образ имели. например, мама, она могла делать вороненок и сидящего, и с крылышками, и по-разному. вот. Но у меня получился другой образ. Вот здесь у меня была мастерская, я лепил здесь, мы с женой работали, когда в художнике, в фонде, вот, это была мастерская. Сижу здесь у окна, леплю кухлу. прилетели бароны на огород, там что-то там клюют, прыгают, да, а вместо головки куклы сделал богу ворону. Я думаю, надо же, пошел к маме, я говорю, тут недалеко живет, я вот сегодня сделал новую игрушку, она любила, но новые игрушки всегда, каждый день делать. Она говорит, а какую я говорю, ворону, ой, да мы век свой учили, делали ворон, я говорю, вот я не помню, а оказывается, ворон любили в деревне Токарева делать, ну как бы считали, что эта птица убирает все, чистит, вот, ну очень умная такая птица, доверчивая, и поэтому не пили, и как-то говорили, вот, как у нас в деревне лепят ворон, так и по-деревенски, так и живем мы хорошо, а вон в той деревне, как не хотят, ворон гоняют, они плохо и живут, вот так говорили, ну вот это как бы у меня новая игрушка, не новая, но с новым таким оттенком получилось, а потом я и мужичка ворона, и там, и пошло, и пошло, а потом уже и на коня посадил, вот это в принципе традиция, да, ворон ворон, он выполнен точно такими же приемами, коим тоже таким приемом, только что соединили, таким образом можно сколько угодно найти новых сюжетов, бесконечное множество, ну мне иногда говорят, что есть что-то такое, как этюды, как ну как игрушка, да, как в игрушке, то есть может быть это все-таки перекликается, я так думаю, вот Котов Иван Семенович, он говорил иногда, что вот, сказочные какие-то эти сказка, там, так он и говорил, ну, я считал, думаю, надо же, сказка, значит, что-то я непрофессионально, наверное, делаю, ну вот, а может быть это и не обязательно там делать то, чем учили в институте, вот, и поэтому перекликается, если я пошел на этюды, вот, для меня важно состояние природы, вот, и немножко так, может быть, даже даже хочется вот приукрасить немножко эту вот северную природу, сделать чуть-чуть вот понятнее, поближе, так что ли, к себе, а вот он мне пишет игрушки, там же писал на этюдах, смешивал краски, и это же самые смеси, тут получается, и игрушки пошли, то есть это сначала я думаю, почему так, а это, видимо, от природы, это раньше брали люди, они смотрели на природу, рисовали на приалках, там, и вышивали, и все это через природу, так, может быть, у меня через этюды, через видение, другое, на игрушку пошли, появляются живописи, эти игрушки я не люблю такие черно-белые, так, черные краски почти что не применяю в росписи, такие вот, всегда какие-то цветные не хочется, вот, ну, не хочется, конечно, впасть в дымку, потому что там скажут, вот, яркая игрушка, это дымка, да, все равно наша игрушка не похожа на дымку, ну, теперь в других областях делают, если, есть там у нас, например, кукла, ребенка, там, дружинина, то и в других областях появляются, где, может быть, делали только каких-то козулек, тоже стали такие же игрушки делать, то есть, как-то сейчас все смешивается немножко, ну, я стараюсь держать традицию, я не хочу делать что-то такое, такое свое, можно, конечно, и скульптуру могу делать, если уж скульптура, так вот кукла там перед вами, да, кукла, это тоже в традициях сделано, то, конечно, приемы уже не такие немножко, ну, как бы соединенные, в одной рукой не сделаешь такую куклу, но все равно сама форма, она сохраняется, ну, ты, может быть, для выставки это хорошо, большие работы, они подсказывают и дают больше понятия каргопольскую игрушку, через большую скульптуру, скульптуру. Конечно, художников очень много, и Стаджаров, который приезжал, и Левитан, и архангельские художники, и Котов, и другие художники, ну, так, конечно, и художники зарубежные иногда вдохновляют, но это не значит, что я буду их копировать, это просто как бы интересно, если я смотрю художники, то это как хороший фильм, я смотрю, неинтересно, если кто-то взял альбом, пристали и ничего там не увидели, то я могу смотреть эти работы, открывать в них жизнь, в этих работах, и, может быть, это влияет на меня определенным образом, или, когда уже идешь на этюды, делаешь эскиз, то думаешь, зачем я делаю это, для чего, что я хочу сказать своим этюдам, может быть, просто так посмотрели, этюдик, этюдик, а что я хочу сказать, вот это, может быть, для меня главное. Современное искусство, там, выставка, и через, и компьютеры там принимают, и там всякие подсветки, и прочее, прочее, но это только на выставке. А так все ушло. Ну, вот ледовые скульптуры, например, да, они хотя живут, их видит много людей, да, они-то как бы все-таки в традициях делаются каких-то видений. Вот наши каргопольские, например, скульптуры, они вышли из игрушки, из народного искусства. И поэтому я вспоминаю, что когда я работал в училище, и первые ледовые скульптуры пошли, снежные скульптуры, вот, меня пригласили просто делать их, но я подумал, что, ну, еще одно, что ли, дело себе заиметь. Я решил, что это подготовили студентов. Вот. И студентам показал, как это сделать. Они прекрасно сделали каргопольскую игрушку сани, там, Балкана, вот, из снежной скульптуры. Ну, конечно, с удовольствием посмотрели каргополы. А потом тройку там где-то делали в Москве. вот такая тройка уже первое место, потому что хотя она в смысле как игрушка смотрится, но в личном виде, с определенными, конечно, акцентами, но вот все-таки это народное искусство. А если скульптуру делать, я даже не знаю. она просто вот растает, вот жалко, что она растает. Все, никак не сохранить. Да, это искусство, потому что у них остается все это в памяти, от всей приема работы, остается форма, остается идея, которая может потом в жизни применяется. Это для развития неплохо. Также и скульптура снежная тоже может быть для этого. Ну, предположим, я тоже стираю иногда, пишу-пишу на холсте, а вот не понравилось, написал и все мастихином содрал. Грубо говоря, так, все. А потом, жалею, думаю, а зачем? Лучше надо было отставить, выждать, а писать другую бы. А вот времени не хватает. Ну, вот остается в памяти то, что почистишь, долго в памяти держится. Стараюсь, конечно, по возможности закончить, ну, это хватает знаний, умений, да, к этому закончить. А потом проходит, может быть, лет десяток, думаешь, да, даже соборку ты плохо нарисовал, не умею. ничего себе. Ну, вот, дай-ка я исправлю. Вот. Старно исправлять, как только одно исправил, и все, пошло, и пошло, и все, тут уже надо, тут надо. И все, и работа-то потеряла свой смысл. Вот такое бывает. И теперь, думаю, ладно, что написал, так написал десять лет назад. Ну, такой был, значит, чего теперь переделать? Все равно уже ничего не получится. и, короче говоря, я работу испорчу. И не та, и не эта, получается. Все пожухнет, все уже там, краски уже налепишь, и так-то там было, может быть, фактурно было написано, еще фактуру добавишь. та фактура, которая за это уже не увязывается, и ничего не получается. Для себя же я не все пишу, но я пишу действительно для людей. Просто этюды, они как кухня, хранятся, и не все видят это. Ну, показывают, приходят люди, показывают. Ну, и выставки не очень же часто теперь бывают. Раньше почаще были, а теперь реже. Потому, иногда хочется работу показать, а иногда сомневаешься и думаешь, а стоит ли ее показывать. Иногда вот есть каталоги составляются там в связи вот сейчас. Я долго сомневался, какую же описную работу послать. Я не смог решить, что какую послать. Не послал и как обычно и керамику, и игрушки. Сомнения бывают. А бывает наоборот. Работа плохая. Кажется, что я плохо написал. И вот долго валялась на чердаке, а потом она упала так в песок. А я уже стал по ней ходить по этой работе, чтобы как подстилка уже, так хожу, хожу. Вот. А тут персональная выставка была в 90-м восьмом году. Вот. Ну, я стал работы подбирать, подбирать, подбирать. зашел на чердак. Бог. Я помыл работу. Луки мои талки. Чего же я работу-то никак не посмотрю. вот только вот не хватает сверху вот так немножко. Ну, взял, добавил сверху композицию. Это я и выставил, и все. Такие вот казусы бывают. вообще в искусстве бывают подъемы, бывают упадки. Вот. Ну, бывает, я не знаю, что такое вдохновение, но я просто знаю, что хочется иногда писать. Иногда забивает что-то, дела какие-то, текучка, и есть мысли, из-за текучки они исчезают, и снова текучка, снова исчезают мысли, и трудно взяться. А когда есть время, если ты что-то увидел, это вообще счастье для художника. Бывает, что увидишь сюжет, и вот все уже, а под руками ничего нет. вот летом была такая радуга, я в жизни, радуг много пишут художники, но такой я не видел, я первый раз в жизни увидел. Вот где-то в августе месяце вот радуга была через вот если здесь через весь огород, через весь Каргополь почти что, можно сказать, и и подсвечивает солнце закат. Первые деревья, они в тени, солнце не попадает в стокол. Через них радуга, дальние деревья все под солнцем. И вот и радуга, радуга сильнее, конечно, чем подсветка. францем. Потом много появлялось фотографий всяких в ВКонтакте, но фотография ничего не передала. И вот этот момент я запомнил, но вы знаете, без натуры сложно все равно передать. Он стоит в голове, но все равно не помнишь там, какое все-таки небо, там, вот какой переход был все, в целом стоять. Вот бывает такое, что вот запомнишь, и вот этот момент вот такой вот создает такой вот радостный момент в жизни, когда токи тебя прошибают. Но написать ты не смог, и, видимо, может и не написать уже. Пробовать, конечно, можно, но того же и не передать состояние. это надо стоять, хотя бы первые мазочки сделать. Мазочек неба, мазочек там, земли, мазочек радуги, там, по состоянию. Ну, Суриков до сих пор волнует, например, ну, Бояриню Морозову написать, да, и просто подходишь к этой работе. я думаю, любой человек взволнуется. Причем, все это живописно, ведь не просто рисунок там какой-то. Да и Репина посмотрите, там письмо пишут турецкому султану тоже, тоже, наверное. Ну, я тоже оралась, и Карга подпосмотреть. Вот, думаешь, надо же, вот, он написал вот склады, склады, и у него есть картина, каргопольский. А вот как он увидел там, наполнил этого жизнью. много таких работ. Такой, вот, невозможно, есть тысячи работ в одну какую-то выбрать, потому что художнику талантливых бесчисленное множество. я бы стал бы сохранять все старое. Стал бы, не стал бы на новом месте дом сносить, на новом месте строить. Новый. Ну, это уже не в моей компетенции. Это даже, я думаю, каждый, не только художник, каждый человек хочет сохранить прошлое, если оно красивое, если оно дает в жизни какой-то толщок к дальнейшему. То есть, не зная прошлого, не будет и настоящего, уж известные ей слова. Поэтому лучше бы в Каргополе сохранились дома старые, реставрировались. Ну, в других городах было, в Финляндии, там очень к этому относятся и тщательно, даже где-то маленькие домики, они ухожены, реставрированы и сохраняются в этом плане. А изменить что-то, изменить это значит строить, хоть немножко вносить традиции какие-то. Ну, вот насчет эфиогов, он даже, и у меня тоже вот такие же, да, у меня дом был со ставнями, ну, пока что ставни снял, но я их все равно сделаю. Ну, вот он потерял облик. его уже нет вот той старой закваски, мастерства нету как бы. И все в целом. И цвет, и и белые ночи, конечно, свет это необычно. И окружение этого деревни, старый, город в моем памяти старинный такой уютный городок. Все это, без этого живопись не состоится северная. Но я езжу и пишу этюды везде. В Италии, например, писал этюды. Это там тоже по-своему, но не так куда их. Ну, в один раз показал студентам. и все. Они, правда, Елизавета там делала каталог, племянница, так она каталог включила. Ну, так. Конечно, северный, север больше привлекает. Ближе как-то понятнее. там какое-то вроде яркое все, но какое-то все в дымке так непонятно. У нас чистое прозрачное там всегда такое какое-то замусоленное. Ну, раньше художники ездили, вот то есть из художников в Москве так они ездили, выполняли заказы, они ездили в разные регионы. И хочешь не хочешь, нужно было изучать этот регион, эту природу изучать и писать картины там заказ например какой-то есть ну, например, у Пластова купание коней поехать пишет картину. Вот. То сейчас мне кажется, что художники стали меньше как-то путешествовать в смысле и больше свой регион начинают изучать. То есть жизнь художника, она как-то связана с местностью, с природой, то есть он пейзажист. Есть, конечно, широкого плана художника, который мне все равно писать хоть в Крыму, хоть в Сочи, хоть на севере, но есть такое, что появится, может быть, какой-то штаб определенный. Или может не понять этого края, где он и пишет. но если я свою природу знаю, чувствую, а писать, например, где-то на йоге сложнее много. Хотя, конечно, я могу написать и напишу и пейзаж, но когда сюда привожу, так все равно надушно на него смотрят. А когда приезжают там люди, даже с юга, показывавшие чудо, восхищаются, а и свои там привожу куда-то, тоже иногда смотрят и нравится. не конечно не проведет, что будет, но я считаю, что народное искусство сохранится. Не знаю, что там с образом города будет, но постараются люди сохранить, ставится такой вопрос. поэтому я думаю, что частично город все-таки как Каргполь останется, но церкви никуда не денутся, дома, которые там могут сохраняться. а может через какое-то время захочется построить деревенский домик с хорошими современными условиями внутри. Сейчас же туристы приезжают сюда, они хотят отдыхать на природе, но иметь хорошие комфортные условия при жизни, когда заходят там в домик. Но если пользоваться разумно для того, чтобы получить какие-то определенные знания, это хорошо технология. Это можно любого художника посмотреть, в любой музей можно заглянуть. В принципе, это определенные такой но если что-то из этого брать в свое искусство, нести, то это плохо будет. Плохо. Это потеря своего лица. А это главное, что уж получилось из меня, так получилось, надо, видимо, в этом плане и работать. есть художники, есть художники, которые там очень хлестко пишут, красиво, быстро. Такое появляется чувство, вот съездить к этому художнику, посмотреть, как он там картину, мастер-класс дает раз за час и все. А я там сижу над картиной, над этой, сижу, сижу, мажу, там, на стихийном, кисточку, там, еще чем-то, да. Иногда такое возникает чувство, что вот хочется бы так же, а потом думаю, да нет уж, давай уже жить так, как я привык. По сути, лучше так сохранить то, что есть. Уже времени для больших каких-то изменений нет. Лучше бы, лучше в своем облугу остаться. Продолжение следует...